Ну, осенить себя крестным знамением, праздник весны, святое дело. Но, на бога надейся, а сам не плаша, и сейчас должны парни себя тоже проявить. Запускаем двигатели внутреннего сгорания, и гипнотизируем табличку сначала с цифрой 15-5, а затем флажок стартера. Старт! Мартюченко, но все-таки Склеров. Склеров научился стартовать за прошедшие сезоны. Была у него одна такая проблемка по этому поводу. И он выхватывает старт второй Денис Рязанца. Порядком подрождилась трасса. Мы видим, как мотает гонщиков у нас. Третий, по-моему, Мартюченко. Первый, номер один, Денис Рязанцев, за ним шестерка Рязанцев. Ну, сейчас электроника нам подскажет. Мы видим, что он не справился в своё зрение. Один, на Рязанцев. Скажу, что он не сделал. Третий у нас Мартюченко. Я брат, не фишкин, а Алексей, 4-й, 16-й номер. Пехтерев, 5-й, 40-й, 40-й, Пушкишкин, Савелий, Коменко, Карпан. Вот кто у нас стартовал. Он есть хорошо. И где-то мы его не видим вообще. Нашкий номер. Заезд возглавил Склеров и даёт ему расслабиться Денис Рязанцев. Дмитрий Склеров призёр серебряной России 2012 года, бронзовый 2014 и 2013 года. Три года. Три года. Вот он, пожалуйста, он выступает. Приза. По юниорам выигрывал Россию у нас в сезоне 2010, а по юношам в 2008 и 2007 году. Тринадцатый на чемпионате мира у нас в Семигорье в сезоне 2012 года и 2016. В чемпионате мира 2014 в шведском городе Шелевкео. Лучший из российских гонщиков. Карпан всё-таки преодолел первый круг, но почти 40-секундное отставание. Всё-то на первом круге не заладилось. У нас, у юниора. В пределах секунды борьба идёт. И сейчас, кстати, на Мартюченко Никишкин. Или Пехтерев уже. Пехтерев уже, собственно говоря, похоже, прошёл Никишкина. После неудачи. Да, это... Пехтеревский аппарат. Так, Пхыров, Рязанцев. Две секунды. Мартюченко. Никишкин всё-таки. В борьбе Пехтерев пятый. Смолин выбирается из хвоста пелотона. Сейчас на седьмое место. Четвёртый номер перебрался. Лучший круг гонки у нас у Рязанцева. 54-951. Склеров 55, но он сейчас лидирует. В двух секунд дохода. Маккарпона уже на круг догнали. У него огромное отставание было. Хотя и неплохая скорость. Итак, между лидерами полторы секунды. Мартюченко отстаёт на 3,3. Никишкин отстаёт на 4,8. Ну и дальше уже больший. Смолин пробился уже на шестое место. Женя Смолин в шестой. В 18 секундах от лидера. В 8 секундах от Артёма Пехтерева. Круговые пошли в ход. Скарпона прошли, ребята. Разрыв между лидерами вырос до 2,5 секунд. Мартюченко отстаёт на 4,5. Пехтерев со Смолином сейчас быстрее Никишкина. И догоняют его. Но там разрывы большие. Борьбы пока за места нет. Лидер единичка Дмитрий Скляров. Ямбург с Новой Рингой. Его преследует шестой стартовый номер. Двукратный чемпион страны по кроссу на снегоходах. Денис Рязанцев. Чемпион 2014-2011 годов. Спринг-кросс выигрывал в сезоне 2011 года. Четвёртый на отечественных снегоходах в сезоне 2010. И серебряный призёр эндуро снегохода. Серебряный призёр Кубка России сезона 2013-2012. Бронзовый призёр 2014-2011 годов. Вот так на Кубке как-то у него не получались дела именно. Он, не поверите, пять раз был призёром Кубка. Седьмой на соревнованиях Clash of Nations. Столкновение наций в чьеском городе Фалун в 2013 году. Ну и седьмой был на мотоцикле в классе Хобби А. Это иномарки в сезоне уже 2006 года. Десятый на Кубке России. Это мотоциклы лета. Он один из немногих снегоходчиков, которые летом и зимой гоняются. В этом заезде неудачником является не только Яшик Карпан, который последний идёт, но и Евгений Своляк, который пробирается у нас с восьмого места. Сейчас достиг шестого. Но разрывы большие. Проблема в том, что разрывы большие. Ну, Карпан прошёл Коренченко и вышел на десятое место, что вряд ли является большим утешением. Вот, прощас Пехтерев раскочил в линию финиша. А где Смолин? Далековато. Ну и уже Смолин в круге от этой компании. Так, Сперов. Рязанцев, Маркюченко. Сперов неплохой круг прошёл. 56-0-0-4 сейчас. Он самый быстрый сейчас на трассе. Потому что Рязанцев 56-3, а Маркюченко 56-96 идёт. Никишкин 59. Пехтерев минута. Смолин 58 секунд. И вот Смолин догоняет. Пехтерев в борьбе за пятое место. Сорокопут минуты и 9. Никишкин-Савелий минутой 8. Девятая минута идёт заезда из 15. Маркюченко догоняет у нас Рязанцева. У Рязанцева проблемы. Какие-то, похоже, резкое падение скорости. Он смотрит на двигатель снегохода куда-то вниз. Туда что-то там произошло. И так у нас на второе место вышел Евгений Маркюченко. Так как Рязанцев прошёл медленный круг 59,7. У него резко упала скорость снегохода. И, похоже, это технические какие-то трудности. И там уже Никишкин. Да, вдобавок к вылету в первом заезде что-то у нас со снегоходом творится непонятное в третьем. У славного, кроме двигателя, есть вариатор ещё. Он может начать пробуксовать. Бывает вообще рвётся ремень. Привет родителям. Стоим мы на трассе, потому что никуда без креноремённого ремня не поедешь. Да. Некая интрига у нас пропадает. Вот Склеров, вот Маркюченко теперь лидеры. И на третьем месте уже, похоже, не Рязанцева. Ему важно уже доехать теперь просто. Нет, Рязанцев третий. В принципе, 58,3. Скорость упала, но не настолько, чтобы вообще говорить об обгонах. Никишкин четвёртый. 59. Денис проигрывает лидеру сейчас 6,2. И 4 секунды проигрывает Мартюченко. Мартюченко самый быстрый на трассе. Ох ты! Вот это да! Да, Мартюченко на 3 секунды сейчас идёт быстрее, чем Склеров. А между ними две. И так нас ждёт борьба за лидерство. Если только не извинитит темп. Малой, как называет Дмитрий, ну не такой малой уже, собственно. Когда он перешёл у нас из юноши, из юниоров во взрослые классы. И вот почему прилипло к нему это прозвище такое, может быть, не совсем тактичное. И сейчас на линии финиша между ними 1,6. 1,67. На торможение ещё меньше. И так Мартюченко разогнался. И сейчас полон решимости Склерова объехать. Он уступил Склерову на спринкроссе у нас в славном Ярославле в этом году. Там в Абраге проводится много лет уже спринкрос. В прошлом году снега не было, не проводился. В этом году они провели. И вот сейчас он в полной решимости объехать лидера. Не знаю, что это ему даст по сумме трёх заездов. Сегодня не самые блестящие у Мартюченко результаты. Но, безусловно, очковая сумма у него будет получше. Вот сейчас выходят они на финишную прямую. Что у нас с временем? 12-я минута пошла из 15. На линии финиша меньше секунды. 800. 8-8-8. 0-8-8-8. 8-8-8 тысячных. 56-16. Хорошая скорость сейчас. Рязанцев 59. Да, что-то у него случилось такое, что отбросило его далеко. Даже ещё одна проблема. У Никишкина 58. Никишкин идёт на секунду быстрее. Рязанцевый сейчас. Между ними 9 секунд. Итак, первый номер Скляров. 8-й Мартюченко. 6-й Рязанцев. Лидеры с финального заезда. Борьба! Борьба на линии финиша. Мартюченко пытался сейчас уже по внутреннему радиусу проскочить. Победителя. Победителя лидера заезда не получилось. Сейчас напрямой. Напрямой. У сцены. Опять фокус не прошёл. Контролирует пока ситуацию. Дмитрий Евгеньевич. Нет. Прошёл. Сейчас чуть ошибся. Смена лидера. Выходит вперёд мастер-спорт Евгений Мартюченко. Тюмень. Столица Тюменской области. Чуть севернее Ханты-Мансийский автономный округ столицы Ханты-Мансийск. И ещё севернее Ямало-Ненецкий столицы Салихард. И самый большой город это Новый Уренгой. Столица снегоходного кросса. Да, Мартюченко вот сейчас показ для телезрителей. Повтор. Замедленный обгон. Совершил грамотно. Разъехался у нас Евгений. К финалу кубка. И на подиум точно попадает он. Я думаю, Шостеров всё равно победитель по трём заездам. Но как бы чисто такую жирную точку Евгений Мартюченко ставит. Но я ещё забегаю вперёд. Полторы минуты мало того осталось контрольного времени. Плюс ещё два круга. Всё возможно. На круг Мартюченко проходит 31 номера. Это Валерий Хоменко, факеловский гонщик. Основной всё-таки клуб в прошлом у Жени Мартюченко – это факел. Он долгие годы за него выступал. Когда-то даже за мотоклуб Рязань ездил, собственно говоря. И прошлый сезон провёл в клубе «Ямбург». А этот сезон – вне клуба сборной Тюменской области Тюмень. Восьмой номер – Бортьюченко. Единичка склеров. Шестой – Рязанцев. Шестнадцатый – Никишкин. Рязанцев минута с хвостиком. Никишкин – 57,8. Я так понимаю, гонят у нас Алексея сейчас в борьбе за третье место, говоря о том, что справедливо, что у Рязанцева скорость невелика. Последний круг Дмитрий прошёл минуту 0,1 и 3. Это я посмотрел на Склерову. Минуту 0,1 и 3 при обгоне. У Рязанцев – 58, сейчас всё стабилизировалось. Никишкин уже не догоняет его. Да! Казалось бы, ничего не угрожает лидерству Склерова. Отстал из-за технических проблем Денис Рязанцев. Но Мартьюченко выскочил откуда-то. Два круга показывает, кстати, Евгению. Два круга Склерова. Ну, Склеров сбросился. Здесь уже, скорее всего, речь идёт о физической усталости. Наездился сегодня. Он проигрывает уже 11 секунд. Мартьюченко. Рязанцев – 17, Никишкин – Алексей – 23. Евгений Смолин – 32. Драматично складывается третий заезд. Кубка России в классе взрослый, бывший суперспорт. Лидирует мастер спорта Евгений Мартьюченко-Тюмень. И сейчас он на последнем круге. Савелий и Никишкин на круг прошли. Савелий – 7. Каменка – 8. Склеров ушёл на последний круг. 14,8 надоест рязанцев. Рязанцев быстрее сейчас даже Склерова. Но разрывы большие. Никишкин – старший Алексей, 16-й стартовый номер. Призёр Кубка России прошлого года. Призёр сприт-кросса этого 2015-го. Чемпион по эндуро на мотоциклах многократно. Приветствуем победителя нашего заезда. Победителя нашего заезда – это Евгений Мартьюченко. Евгений Мартьюченко-Тюмень. Он заслуженно выиграл третий раз. Приплюсовал 25 очков. Свой капитал. Финишировал Савелий Якишкин на седьмом месте. Пятый номер. Каменка – 8. Вот это да! Денис Рязанцев обогнал на последнем круге Склерова. И вышел на второе место. Денис Рязанцев хороший круг. 59 прошёл. А Склеров наоборот минуту 0,5. Сам момент обгона я как-то упустил. Но тем не менее. Итак, в третьем заезде всё встало с ног на голову. Восьмой номер Мартьюченко. Первый. Шестой Денис Рязанцев. Второй. Единичка Склеров. Третий. На четвёртом месте 16 номер Алексей Никишкин. Факел. На пятом месте четвёртый номер Евгений. Смолин. Факел. Ждём Пехтерева, который должен завершить у нас шестым. Вот он сейчас пересекает. Артём Пехтерев. Но у него был сход во втором заезде. Он на подиум не претендует. Савелий Никишкин. Пятый номер. Седьмой. Тридцать первый номер. Хоменко. Восьмой. Девятый. Семёрка. Сорокопут. Десятый. Неудачник заезда. Пятнадцатый номер. Яков Карпан. И на одиннадцатом месте. Тридцать пятый номер. Рустам Корниченко. Нижний Новгород. Итак, у нас осталось дождаться процедуры награждения. Те, кто останется, самые мужественные и женственные зрители. Восьмого марта вы можете по дальней части трассы. Вот не здесь. Здесь вас не пустят сотрудники милиции. Для телезрителей повтор идёт победного круга. Мартюченко. Спуститься вниз к сцене, когда начнётся награждение. И сфотографироваться там с гонщиками. Автограф получить. Так, уже раз. Красиво. Красиво Мартюченко провёл. Третий заезд. Ничего не скажешь. Вот клетчатый флаг. Списан, потому что совсем скоро мы начнём церемонию награждения наших спортсменов. Ну а пока, друзья, мы приглашаем всех вас сюда к нам. Сцени спускайтесь, чтобы увидеть всё поближе наше трое награждение. Ну а... Ну а...